Привет, друзья! Вы на канале «Каривай жизнь на Кипре». С вами Юля. Сегодня 24 октября, температура воздуха 28 градусов. Целые толпы туристов приехали на экскурсию. И мы сейчас с вами погуляем по Фомагусти, по старому городу, и я вам расскажу последние новости Кипра. Пойдемте! Мы со своей дружной большой семьей приехали на недельку в Искеле. Здесь на несколько градусов, а именно 2-3 градуса теплее, чем в нашем районе, районе Гирны. Это ощущается особенно по вечерам. В нашем районе я уже не могу ходить вечером без кофточки. Здесь я смело могу гулять, и мне не холодно. Также здесь намного в этом районе теплее море, в квартире теплее. В общем, этот район более теплый, здесь как-то меньше сырости, что ли, не так зябко. И вот мы сейчас гуляем, у нас солнечно, погода 26-28 градусов, дождей не ожидается. Вообще на северном Кипре летом и осенью дожди – это редкость. Вот зимой, да, периодичность такая высокая, хотя прошлая зима была недождливая. Посмотрим, какая будет эта. Кстати говоря, 2 недели назад на Крите было наводнение. Я очень испугалась, честно, смотрела за прогнозом, потому что это от нас там в 700-800 километров. И как раз-таки у нас 2 дня был проливной дождь тоже. Там говорят, за 30 минут, как-то такой дождь был, что вот за 30 минут какая-то аномальная доза дождя выпала. И поэтому были затопления. Сейчас вообще на северном Кипре очень классное время. Я обожаю межсезонье. Это сентябрь, октябрь, ноябрь. Также я люблю апрель-май. Очень шикарный. В июне уже становится жарковато. Ну, тоже хорошо. Так вот, сейчас мы не пользуемся кондиционерами. У нас такая экономия происходит. Мы и не отапливаем, и не охлаждаем. Мы просто вот на сегодняшний день мы закрываем. На ночь окна немножко открываем, и нам не холодно. Но скажу, что уже с середины ноября, к концу ноября, в всяком случае, в районе Гирны точно мы будем отапливать. В Искеле, я думаю, еще будет до декабря тепло. Ну, и тут комплексы более новые построены, и они как-то теплее. Вот. И вы знаете, конечно же, когда отапливаешь кондиционерами, то очень приличные счета. И сейчас радует, что мы можем экономить. Электричество недешевое. Сейчас вводит многотарифность. И самое экономичное время будет считаться с 10 вечера до 7 утра. То есть вот все, например, стирки, какие-то посудомойки лучше ночью совершать. А самые дорогие будут с 5 вечера до 10 вечера. Как раз в это время все приходят с работы. Ну, у нас вообще немножко другой график. Мы обычно спим в это время, ребенок просыпается в часов 6, и мы идем гулять. Поэтому у нас, кстати, вот мы будем экономить. Вот. Также на сегодняшний день из новостей подешевело снова топливо. Курс доллара, он стабилизировался. Уже два месяца стоит на одной оттенке валюты, евро, доллары и фунт. Фунт немножко туда-сюда гуляет по отношению к доллару. Но вообще по отношению к лире достаточно стабильно. Курс доллара 18.46 лир за 1 доллар. Евро. За 1 евро нужно заплатить 18.35 лир ниже, чем доллар. Он то иногда равняется, то падает. И фунт 20 лир 71. Значит, это, конечно же, мы сразу видим, что цены немножко стабилизировались на продукт. И вот когда я раньше новости снимала, постоянно говорила, вот, дорожает, дорожает, дорожает. Ну, потому что за год вырос, помню, резко за год, был 7, стал там 15. А сейчас уже как-то вот на 18 уже стоит 2-3 месяца. Поэтому ассортимент продуктов в магазине огромный. Сейчас овощей достаточно. Сейчас пошли как раз-таки. Вот я люблю мое тоже любимое такое время. И фруктов, и овощей очень много. Потому что летом было немножко так бедновато у нас. А сейчас большой ассортимент. Сейчас сезонные. Вот сейчас уже начинают апельсины на деревьях с гранатами и мандаринами. Инжир. Закончился сезон маракуйи. Сейчас местный манго. Ну, конечно, тоже заканчивается, но еще есть. Авокадо местный, кстати, очень такой сезон авокадо. Ну, и привозной. Вы знаете, вот брок, листая капуста. Ну, баклажаны, перцы и кабачки здесь круглогодично. В общем, персики, нектарины, виноград вкуснейший. Ну, хорошее время и цены радуют. Можно пойти, закупиться прям на неделю фруктами, овощами в таком изобилии. Все эти айсберги, луки, лутук. В общем, все, что вы захотите на долларов 70, наверное. Наверное, на 1200 лир. Ну, 1500, это вы там уже, это с едой из магазина тоже. Вот. И меня это, конечно же, радует. Также все ожидают открытия аэропорта со следующего года. Планируются полеты с Россией с пересадкой в Анталии. Туристов сейчас на Северном Кипре очень много. Развивают зимний туризм. Приезжают в комплексы целыми автобусами пожилых европейцев. Правительство заботится и поддерживает программу поляризации Северного Кипра. Большие средства уходят на рекламу. Как-то даже они поддерживают, ну, какие-то скидки делают для иностранцев. И тем самым привлекают. Сейчас большие проблемы с арендой. Ее и не хватает, а также на нее цены выросли. И вообще есть, чтобы найти квартиру для аренды, чтобы сделать ВНЖ, чтобы был договор. Это непросто, потому что хозяев на острове нету. Не все хозяева оставили доверенности риэлторам или кому-то еще адвокатам, или кому-то из знакомых, чтобы те смогли в налоговой зарегистрировать договор, который бы подходил для ВНЖ, для человека, который хочет снять. Также просят оплату за полгода, за год вперед, несколько депозитов. Ну, в общем, такое, знаете, сейчас время. Никто не ожидал, что вот будет сейчас конец октября. По статистике и по количеству людей на острове мы же видим, рестораны переполнены, пляжи переполнены, а все арендуют. В районе Гирны вообще, не знаю, там как-то не предусмотрена была квартира. Для инвестиций как-то не особо покупали, как район Скилли не так развит был раньше. Поэтому сейчас там вообще проблемы с жильем. Хорошее, новое, вообще очень расходятся, как пирожки. И как только появляются, сразу же снимают. И опять-таки говорю, как раз, чтобы был договор. Важно, что люди хотят приехать не только отдохнуть. Сейчас люди приезжают, чтобы жить здесь на долгосрок. Вот, поэтому, ну, конечно же, нас радует, что здесь туризм растет. Цены на недвижимость растут. Кто купил недвижимость год назад, даже полгода, даже кто купил февраль. Даже весной, кто купил недвижимость, он уже в плюсе. Он может ее намного дороже продать. Готовой недвижимости не хватает. Все только в стройках. И, конечно, она готовая. Цены уже на вторичные перепродажи достаточно так высоки. Ну, потому что покупают. Для примера я вообще была очень поражена. Вот вам для примера. Мы сейчас вот живем в Карт-Ярд. 1 плюс 1 я рекламировала в мае на вторичные перепродажи за 85 тысяч фунтов. Сейчас 1 плюс 1 на вторичные перепродажи продали за 145 тысяч фунтов. И это была очень успешная продажа. Мне риэлтор сказала, что вот на вторичные перепродажи 175 тысяч фунтов 1 плюс 1. А 2 плюс 1 наши подписчики покупали за 100 тысяч в январе. Сейчас больше 200. Понимаете, как растут цены? И насколько такой инвестиционный комплекс хороший. Я, кстати, это чувствовала. Не зря он мне так всегда нравился. И я всегда говорила, что вот мой любимый комплекс. Не только мне он нравится. Ну, есть комплексы, которые почему-то все скупают. Но мне они не очень нравятся. Я вообще их никогда в жизни не предлагаю. Только если человек очень захочет. Ну, дело ваше. Дело как бы человеческое. Знаете, на вкус и цвет. Поэтому каждому свое. Вот. Из таких еще важных... Ну, вот по цене на квартиры еще пробегу. Что сейчас квартиры 1 плюс 1 в аренду стоит на долгосрок от 600 долларов. Просто вопросы очень часто задают мне по как раз таки аренде. И как приехать сюда вот для ВНЖ по аренде. Нужно показать на 20 тысяч на счету и найти ту квартиру, где вам сделают договор налоговый и его зарегистрируют. Это очень важно. У меня такие были варианты. Там всех своих соседей уже подключали. Всех знакомых, чтобы кто там сдает квартиры. И сейчас вообще ничего нету. Вы знаете, очень сложно. И квартира 1 плюс 1 начинается от 600 долларов, если вам повезет. Хорошую. 2 плюс 1 от 800 долларов, если вам повезет. И виллы от полутора тысяч. Не меньше. Только дороже. Это от, я говорю, цену. Но вы знаете, людей у нас все равно на Северном Кипре не так много, как по сравнению с Турцией. Потому что мы общаемся с людьми. Они приезжают. Кто-то был в Грузии. Там стало очень много людей. Стало дорого. Какие-то там свои правила. Или были в Турции. И сейчас они приезжают сюда. Так вот в Турции приехало 31 миллион людей. Вы представляете? И участились там несчастные случаи. Участились различные конфликтные ситуации. Из-за того, что много людей, это всегда так. И поэтому люди едут с разных стран. И поэтому Северный Кипр еще относительно спокойная страна. Вот к нам группками приезжают люди. И сходят на экскурсию. Ну, он открылся. Северный Кипр раньше был закрыт. Из-за, знаете, политика. Это такая ситуация, которую мы-то уже понимаем на самом деле. Что да как. И сейчас людей, европейцев не пугают, что они сюда приедут. Раньше их пугали. Если вы приедете, вас там не пустят к себе. Дадут штрафы. Заберут какие-то визы. Если вы там посетите эту страну, вас там посадят в тюрьму. И прочее. Ну, такого нет. И это, знаете, кто это вообще придумывает. Это неправда. И сейчас едут и американцы, и немцы. Ну, общие со всех стран. Я же вам всегда рассказывала. И вы сами знаете. И поэтому, конечно же, люди едут. Но это не такое количество, как в той же Турции. И мне это нравится. Потому что у нас еще достаточно спокойно. Мы можем открытыми окна в машине держать. И двери свои в квартире. Там не закрывать решеток на окнах ни у кого нету. И, ну, это, конечно же, не может не радовать. И дети могут спокойно, подростки, гулять по вечерам. И у нас так спокойно. Никаких таких случаев не было. Машины не угоняют. Кстати, я общалась недавно с девушкой. Она живет на южной части. Тоже на острове. Казалось бы, нас не угоняют автомобиль. У нас остров. А она говорит, что на южной части, кстати, угоняют. Она говорит, я постоянно слушаю новости с южной части. Там без конца какие-то, какие-то там воровства. Того-то посадили. Того-то-то-то-то-то. Ну, это, ну, либо до нас не доходят просто эти новости. Я не знаю. Но у нас такого нету. У нас вообще такого, ну, нет таких случаев. На Северном Кипре все очень слаженно, спокойно, мирно, добродушно. И мы это очень ценим. Но сейчас, конечно же, из-за количества людей к нам тоже. Ну, достаточно много приехало людей. Сняли на прокат автомобили. Они с правым рулем. И тоже большое количество ДТП. И вообще нарушают скорость. И поэтому... Плюс еще, знаете, здесь автомобили... Очень много дорогих автомобилей, на которых невозможно ехать. Как бы 40-50. Все автомобили, даже такси, здесь же только Мерседесы. И автомобили прокатные, они 18-го, 20-го года выпуска. Это новые автомобили, хорошие. Да, они малолитражки, но на них хочется поездить с ветерком. Много Мерседесов, много BMW. И поэтому, когда большие эти дорогие автомобили, естественно, они, ну, начинается такое лихачество. Дороги здесь таких шоссе-трасс нету. И получается аварии. И поэтому сейчас появились картонные автомобили. Автомобили, такие ГАИ, автомобили полицейские, картонные. Как и, ну, вот, в наших странах. Раньше их не было, кстати. Это только вот они сейчас появились. Также хочу ваше внимание обратить, что многие люди, да, им интересен Северный Кипр. Также они хотят перевезти деньги. Кто-то хочет дополнительно иметь гнездышко для плана Б и вообще для жизни. И вы знаете, конечно же, на Северном Кипре свои законы. И это непризнанная страна. Что вы здесь приобрели, никто никогда не узнает. Если будут даже делать запросы. Какие деньги на счету у вас в кипрских банках, также никто не узнает. Ну, сейчас так, в всяком случае. Что будет дальше, ну, я не могу сказать. Но сейчас так, и поэтому, конечно, просто огромное количество людей интересуются недвижимостью, ее приобретают. И, вы знаете, также хочу вас обратить внимание ваше, чтобы вы обращались к проверенным риелторским компаниям, которые вам будут помогать, сопровождать. Если вы купите недвижимость, которая строится, чтобы вы знали, что через 2-3 года, когда она построится, что вы обратитесь в эту компанию и что эта компания есть, она вам поможет. Она потом будет заниматься, если нужно, и постпродажным, потом арендой будет заниматься вашей недвижимостью, если вы попросите. Потому что у нее есть офисы и несколько офисов, когда есть большая команда людей. Участились к случаю, когда точечно агенты занимаются недвижимостью, это и запрещено, не работая на какую-то компанию, и потом жалуются. Кстати, у меня такой вопрос был недавно от моей подписчицы. Вот мы подписываем договор у застройщика, а вы представляете, там недвижимость столько-то стоит, а нам договор дают на 15 тысяч фунтов. Что-то вот в этих цифрах. Ну, конечно же, это неправильно, такое невозможно. Поэтому вы обращайтесь к таким проверенным агентствам, обращайтесь к адвокатам. Не нужно как-то стараться, знаете, как многие стараются, либо сэкономить, хотя вы понимаете, что цена для всех одинаковая, наоборот, вам крупная компания, вам больше даст услуг, чем мелкие. Либо пытаются как-то, ну, от какого-то незнания, возможно, если там подруга Зина купила, вам надо и мне там, да, вот это. В общем, вы, я вам рекомендую обращаться к крупным проверенным риэлторским компаниям. Они здесь есть, у которых аббревиатура эстет. Можете, если вам, вы не знаете, вы можете в интернете там отзывы читать. То есть партнерами такой крупной компании мы являемся. И мы очень рады, когда у нас хорошие отзывы, хорошее впечатление у людей. И вы знаете, когда там целая команда, приличные люди. Не, не надо, подожди. И вот именно партнерами такой компании мы являемся. Поэтому, если вам интересна тема эта, недвижимость, обращайтесь. Мы вам постараемся помочь. Итак, вот, я пробежалась по новостям. Вам рассказала, что у нас происходит. В принципе, в Багдаде все спокойно. Это не может не радовать на сегодняшний день. Знаете, отсутствие плохих новостей, это уже хорошо. Это уже хорошие новости. Я надеюсь, что я буду хорошими новостями и продолжать вас радовать. Итак, мы с вами погуляли по Фомагусте. Я вам рассказала последние новости не только Кипра, а вообще. И нам очень нравится то, что на Кипр приезжает как можно много людей, туристов со всех стран. Вот мы познакомились с чехами, с Израилем людьми. Это не может не радовать. Значит, остров развивается. Конечно, хочется, чтобы каждый народ какую-то свою изюминку, свою культуру даже внес в развитие этого острова. Поэтому, друзья, если вам нравятся видео наши, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. А также не забывайте писать в комментарии нравится, не нравится. Пишите, спрашивайте. Наш рейтинг нашего канала от этого только увеличится. И мы вас ждем на Кипре. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok